всем привет мои дорогие добро пожаловать в мое новое видео показываю вам свой образ на мне комбинезон от zara туфли у меня шанель сумка шанель украшение на шее у меня от шведского бренда louis abel а серьги от бренда кос хочу начать это видео сразу с похода в ресторан у нас вечер и мы пришли на ужин в очень хороший ресторан авторской кухни здесь все очень вкусно меню у них небольшое можете посмотреть цены цены указаны в кронах все у них очень вкусно и мы приходим сюда практически каждый раз когда бываем в праге вино у нас красное региона санта миллион франция 2003 года бутылка пустая не потому что мы выпили а потому что такое вино уже нужно декантировать на закуску нас террин с яйцом овощами сельдереем и трюфелем а это крокеты из форели с лимонным майонезом и зеленым горошком она горячая взяла жареного поросенка под соусом из яблочного сидора вообще блюда со свининой очень распространены в чехии а второе главное блюдо это медальоны из тушеной баранины на сладкое взяли десерт с маскарпоне и мороженым и крошеным бисквитом и чай с мятой не сказала что ресторан называется за это ли так что если будете в праге загляните туда могу смело его рекомендовать сегодня у нас уже утро мы идем через главную площадь и тут какое-то китайское мероприятие проходит в общем выяснила я что это такое рассказываю вам есть китае такая традиционная практика фалунгун где совершенствуется тело и разум и создана она была в 1992 году сегодня у нее очень много последователей более чем в 60 странах и главный принцип это правдивость сострадание и терпимость и это как бы такая протестная акция потому что десятки миллионов практикующих фалунгун преследуются коммунистической партии китая и также здесь поддержку уйгуров тибетцев моголов и других этнических меньшинств которые также подвергаются давлению основатель этой практики ли хунджи был даже четырежды номинирован на нобелевскую премию мира фалунгун не являются религией это духовные практики и упражнения которые очищают организм и одновременно снимают стресс если кто заинтересовался вот вы можете остановить видео и внизу на листочке указан сайт где можно ознакомиться более подробно с этой практикой сейчас мы пришли с вами на главную шопинговую улицу праги где магазины люксовых марок улица называется парижская и сначала пойдем с вами позавтракаем а потом как вы уже догадались у нас будет шопинг это кафе находится недалеко от этой улицы мы сюда первый раз пришли она знаете такой с итальянской ноткой здесь есть различные брускетты потом здесь подают фокаччи потом значит панини какие-то запеченные багеты в общем вот такая вот кухня здесь ну очень все выглядит симпатично аппетитно кстати круассаны тут тоже есть сэндвичи а это даже по моему пекарня здесь можно купить хлеб мы тоже взяли попробовать их такую своеобразную фокаччи я сначала подумала что это киш но оказалось это такая интерпретация фокаччи но на самом деле было очень вкусно но сейчас завтрак у нас закончен и мы все-таки идем на шопинг смотрите это здесь стоит памятник францу кафки тоже такой необычный своеобразный памятник в духе кафки но в праге есть еще один памятник кафки это такая огромная голова тоже в центре находится но сейчас я предлагаю нам сначала зайти в бутик селин в пражском бутике всегда представлено очень много сумок селин думаю что они пользуются здесь скорее всего спросом поэтому здесь так много эта сумочка селин не очень нравится такая элегантная она небольшая но очень милая сумочка давайте посмотрим еще обувь смотрите симпатичные туфельки такого нежно-нежно розового цвета очень миленькие есть также летние сандалии тоже сандалии без задника есть сандалии и задником то есть выбор сандалии есть и мне вот понравились вот эти кроссовки немножко такие в ретро стиле мне кажется они классно смотрятся достаточно стильные конечно же есть знаменитые бейсболки селин это такие маленькие тоже летние сумочки косметички давайте еще посмотрим что представлены из одежды мне вот понравился вот этот вот жакет леопардовый красивая расцветка купальники футболки есть в ретро стиле но это их постоянная коллекция то есть они выпускаются каждый год только меняются цвета вот видите в этом году вот такой вот серый появился черный есть всегда а у меня такая белая футболка есть мне она очень нравится вот видите белое мне еще понравился вот такой вот купальник тоже с принтом укороченный вязаный топ селин еще есть в таком же стиле как футболка но только майка черного цвета всегда в селин приставлен очень много классных джинсов но вот мне они не подходят по лекалу еще очень посмотрите какая классная блузка из тонкого хлопка вот эти очки от селин мне нравятся это в коричневой оправе есть такие же в черной но мне как-то в коричневой больше нравится мне кажется в общем-то мне эта форма идет но я уже купила себе очки так что уже все просто померяю ну а эти очки с белой оправой прямо них как гуманоид какой-то я уже зашла в примерочную взяла на примерку вот этот купальник примерю посмотрю как он будет смотреться мне нравится посередине вот этот металлический логотипчик очень здорово он здесь смотрится просто вот как украшение селин французские размеры указаны поэтому я себе взяла 38 французский размер еще взяла примерить вот такое платье в стиле сафари я вообще люблю стиль сафари мне нравится это 38 размер но она немножко мне широковато я поясом затянула ну очень свободная и так как юбка расклешенная делается большой объем из-за этого но все равно платье смотрится очень красиво сейчас наверное попрошу чтобы не принесли на размерчик поменьше видите даже плечо немножко вот великого там у платья конечно красивое но юбка здесь конечно широковато и вот этот сзади создается тоже какой-то ненужный объем вот видите какая-то лишняя складка да точно нужно на размер меньше стоит это платье 43 тысячи 500 цены указаны в кронах и сейчас мне вот принесли размерчик поменьше видите в общем то так незаметно конечно но сзади она сидит намного лучше видите юбка как-то все-таки смотрится не так объемно давайте заглянем еще с вами в гуче может быть что-нибудь есть там интересное хотя в последнее время очень редко я там что-то могу себе найти а раньше я очень любила этот бренд у меня было много и платьев от него и всяких блузок а сейчас даже уже практически перестала заходить это интересный розовый костюм может быть его примерю и еще понравилась мне белая рубашка но она оказалась очень плотную и и будет жарко носить у нас в испании сейчас я взяла на примерку вот этот костюм хотела его примерить но мне не нравится как он смотрится во первых очень короткая блуза а во вторых юбка делает фигуру какой-то прямоугольной она на запахе сзади есть разрез как-то не знаю мне вот что-то вот не нравится вот этот вот топ вообще не смогла надеть какая-то несуразится с ним я конечно разочаровалась думала что он будет смотреться немножко как бы по-другому давайте я вам покажу цены цены в кронок здесь блузка стоит так 41 500 крон и юбка 32000 взяла еще на примерку вот этот розовый костюм вообще не не понравился это кошмары там ценники заправила и внизу оказались под юбкой шорты посмотрите и эта юбка сидит как-то так странно такое впечатление что это все сейчас просто спадет в общем мне просто категорически не понравилось тоже все на запахе ну не знаю и цвет какой-то очень слишком яркие мне кажется в общем все не то знаете мне кажется если взять этот костюм и перенести в примерочную зары то никто не догадается что это гучи еще я решила примерить вот такое белое платье она правда из прошлогодней коллекции летний но мне но и в прошлом году нравилось и вот знаете сейчас все еще на мне не перестает нравится но тогда я как-то вот пожалела денег но сейчас решила его примерить но правда оказалось что она мне мало но в 38 размере конечно 38 размер итальянский мне маленький мне нужно 40 очень тесновато но но так вроде бы не видно но по ощущениям нет я не люблю когда все так некомфортно хотя платье очень красивое мне она очень нравится но размера больше не оказалось так его цена получается 53 500 сейчас давайте зайдем в диор потому что у меня в планах померить один топ если он у них есть в наличии сейчас зайдем узнаем в общем топ мне нашли так что я в примерочной этот топ выполнен виде смотрите платка в котором прорезана горловина это новая коллекция он помятый потому что передо мной буквально забрала девушка топ с манекена и вот этот еще лежал на складе поэтому он такой не отглаженный мне кажется этот топ будет круто смотреться с белыми брюками или белыми джинсами он еще есть в синий расцветки но не синий а такой цвет индиго сейчас давайте с вами переместимся в луи виттон тоже зайдем посмотрим что есть у них нового есть новые замшевые макосины из перфорированной замши очень легкие кстати на лето будут хорошо не жарко в них и классно смотрится босоножки на танкетке но что-то подобное практически всегда луи виттон выпускает каждый год есть еще такие белые сандалии тоже хорошие мне нравится а есть кроссовки без задников но это не мой вариант давайте еще посмотрим одежду но последнее время мне тоже луи виттон перестал нравиться потому что у них очень странные ткани много вещей из очень плотной ткани которая буквально стоит колом вот бомбер смотрите такой вот эти джинсы кстати неплохие у них хороший фасон и мне нравится вот это вот кожаная аппликация вот смотрите допустим вот это вот футболка она настолько плотная что я не знаю вот для жаркого лета она абсолютно не подходит новой коллекции еще появились вот такие вот черно-белые жакеты с цветочным принтом вот это платье мне кажется из прошлой коллекции оно симпатичное но тоже это качество ткани прям такая голимая синтетика как водолазном костюме будешь смотрите есть еще вот такой жакет здесь уже синий принт и жилет тоже синим принтом есть платье рубашка по-моему она из пляжной коллекции есть еще смотрите вот такой вот белый купальник закрытый а есть синий тоже с таким же синим принтом пока что нет ничего такого чтобы мне хотелось примерить есть еще смотрите такая футболка интересная с какими-то что это какие-то эмблемы лэвитон ретро костюм брючный жакет с якорями и брюки тоже очень плотная ткань а это футболочка махровая кстати она такая мягенькая очень приятная но я думаю что из-за такой фактуры она будет полнить есть еще вот такая майка с цепочкой но тоже такая плотная зачем они это делают а это шелковые шорты на этом мой шопинг закончился зашли в кафе корейское и взяли два напитка с тапиоко я взяла конечно же свою любимую матча латы охлажденную а это с блубери первый раз пробую такой напиток но оказался очень вкусный мне понравился сегодня у меня уже последний день в праге и завтра я уже возвращаюсь домой в испанию я уже вернулась испании и можно сказать что у меня получилось так что с корабля на бал к нам приехали друзья и гости и мы решили с ними сходить на пляж так что пляжный сезон у нас уже открыт не знаю как во всей испании но вот на нашем попережье очень много пляжных ресторанов которые расположены прямо на песке такой тип ресторанов называется черенгита они работают в основном в летний сезон и на зиму закрываются но некоторые самые популярные продолжают работать даже зимой при условии если зима не очень холодная и не дождливая но не очень холодная это конечно смешно но сам факт сидеть возле моря когда дует сырой ветер тоже не очень приятно это в основном рестораны рыбные продают рыбу морепродукты все очень свежие вкусное очень удобно когда ты загораешь на пляже и можно всегда отлучиться так сказать пойти пообедать и потом вернуться к своему шезлонгу и продолжить отдыхать возле моря ну вот дорогие друзья я уже дома в спокойной обстановке и могу с вами спокойно пообщаться сейчас хочу вам показать несколько своих новинок и сначала покажу то что я купила в праге в бренде селин я купила купальник находится он в таком рюкзачке рюкзак конечно просто гигантский огромный 10 купальников таких точно сюда поместится вот такой купальник я показывала вам его еще в магазине принт состоит из логотипа вселен мне вообще нравится логотип вселен он мне кажется украшает вещи даже смотрите на купальники вот такие металлические вставочки тоже с логотипом бренда ну мне кажется очень красиво смотрится такой классическая бикини я сначала думала взять точно такой же купальник но чисто черный я люблю черные купальники но потом решила что все-таки черный у меня есть и взяла вот этот он у меня в размере 38 но сейчас маленькая распаковочка покупка от бренда dior красивая упаковка фирменная коробка с золотой надписью dior и такая же белая лента тоже с золотистыми надписями dior давайте откроем и посмотрим что там внутри ну вы уже догадались что купила я вот такой вот топ это новая коллекция топ выполнен в виде платка в котором просто прорезана горловина внизу надпись dior посмотрите очень красивый конечно платок изображение льва а с обратной стороны на спине изображение тигра это стопроцентный шелк конечно великолепное качество шелк плотный взяла я этот топ в размере с на мой взгляд он очень оригинально смотрится сейчас я покажу вам его в образе и когда я его померила я сразу же представила этот топ с белыми брюками и мне кажется это просто самый идеальный вариант ну конечно на месте белых брюк это могут быть и шорты белые но вот именно с белым цветом мне кажется это самое идеальное сочетание самое лучшее ну и также я думаю что этот топ можно носить и с джинсами и джинсовыми шортами сейчас я еще покажу вам несколько своих покупок из zara в общем-то ничего особенного но может быть кто-то ищет что-то подобное эта информация будет полезна поэтому я вам все-таки покажу купила я вот такой вот топ топ на завязочках с 3d цветком это сейчас тренд ну я думаю что вы уже об этом знаете здесь застегивается на молнию очень тоненькая ткань приятная к телу топ не облегающий взяла я его в размере м до в размере м заплатила на него 26 евро еще ни разу не надевала по всему топу здесь идет двойная ткань и давайте посмотрим его состав в общем то я когда покупаю всегда смотрю состав но уже забыла что там из чего он состоит так состав 60 процентов хлопка и 40 процентов модела в общем то отличный состав для лета не считаю абсолютно такая летняя вещь на жару супер сейчас покажу вам его в образе мне кажется что этот топ подойдет как и для каких-то вечерних выходов летних и также абсолютно подойдет для ежедневной носки повседневной жизни если его надеть каким-то ну с джинсами шортами здесь все зависит от того какие аксессуары подобрать и какой низ к нему вот в данном случае у меня шелковые брюки и этот образ уже в общем то можно надеть куда-то на выход еще две вещи которые я приобрела покажу вам их одновременно потому что это две белые футболки футболки это вообще у нас расходный материал гардеробе потому что мы их используем круглый год и зимой и летом и дома и вне дома значит первая футболочка это укороченная модель достаточно облегающие но я взяла ее в размере м чтобы она не слишком плотно прилегала стоила она 6 евро и еще одна футболка это уже обычные длины рукавчики такие крылышки необработанный срез ее вот я взяла в размере с и стоит она 8 евро сейчас я тоже покажу как они смотрятся на мне потому что ну допустим когда я заказываю футболки онлайн мне всегда важно посмотреть увидеть как они смотрятся на человеке потому что просто фотография футболки не раскрывает всех нюансов которые могут существовать вот так смотрится первая футболка укороченная вот на мне размер м сидит видите она прилегает но не обтягивает и мне с таким размером абсолютно комфортно подобного плана футболки очень хорошо применять холодное время года надевая их под какие-то джемпера ну а летом можно использовать повседневных расслабленных образах для похода там на пляж для прогулок ну и в принципе и также можно сверху надевать какой-нибудь жакет и вот следующая футболка я взяла эту футболку именно для того чтобы вот так вот завязывать узлом какую-то дорогую футболку так использовать не очень хочется потому что все-таки произойдет в любом случае деформация трикотажа но эту футболочку в общем-то мне не жалко собственно когда мы вот так завязываем либо футболки либо рубашки спереди завязываем узлом то всегда это придает образу расслабленный вид и более такой какой-то игривый что ли в образе сразу появляется легкая небрежность что прекрасно сочетается с летом на этом друзья у меня было все на сегодня надеюсь что вам видео понравилось спасибо что провели это время со мной и как обычно подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан пишите комментарии я всегда читаю отвечаю стараясь общаться со своими подписчиками и зрителями также ставьте лайки если видео понравилось и подписывайтесь на мой инстаграм потому что там я показываю еще больше своих образов и для повседневной жизни и для выхода куда-то на какие-то мероприятия ну и до скорых встреч новом видео всем пока